Рад приветствовать всех, стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Итак, Тильда – конструктор сайтов. В какой-то момент очень популярный, сейчас, я думаю, несколько раз тративший свою популярность. Хотя, как знать. Итак, у нас есть такой сайт по адресу свельта.ру. Если кто не заметил, на всем протяжении курса у нас на Свельте был совсем другой сайт. Он лежал на хостинге, теперь он лежит на Тильде. Сделать это не сложно, нужно просто перенаправить домен на Тильду. Но возможность привязать свой домен к Тильде появляется только начиная с тарифного плана Профессионал. То есть начиная от 750 рублей в месяц. Я плачу за хостинг, правда самый простой – 50 рублей в месяц. Это номер 1. Можно ли установить лейку на сайт? Нет, это номер 2. Но можно сделать вот так. Вы выносите куда-нибудь кнопку «Помочь фонду» и при клике по ней переходите на посадочную страницу со сбором пожертвований. Страница находится на поддомене donate.svelta.ru, то есть выглядит как одна из страниц вашего сайта. Итак, вкратце, как установить лейку на Тильду? Никак. Можно купить хостинг, как я уже говорил, самый дешевый тариф – 50 рублей в месяц. Дальше установить на этот хостинг WordPress. Не нужно создавать сайт, ничего. Нужен просто чистый WordPress, на который вы устанавливаете лейку и дальше с сайта Тильды заводите по кнопке посетителей на эту страницу. Единственное – посадочную страницу хорошо бы оформить максимально близко к сайту на Тильде. И тут может помочь заведение постоянной кампании, которая дает больше возможностей по оформлению посадочной страницы. В свое время я об этом рассказывал. Это первый вариант. Второй, который я, честно говоря, не пробовал – это перенести сайт Тильды на WordPress посредством специального плагина. В инструкции на Тильде есть описание этого процесса. Но для этого у вас должен быть тариф бизнес, который стоит 1250 рублей в месяц. И это уже, даже на мой взгляд, чересчур для НКО или благотворительного фонда. Напомню, что я плачу за хостинг 50 рублей в месяц. Лучше уж тогда один раз переделать сайт под WordPress, даже если за деньги через год это все равно отобьется. Поэтому этот вариант мы не рассматриваем. А рассмотрим первый. Сама по себе схема не сложная. Сложность только с привязкой домена и под домена. Для профессионалов это не сложно. А не со всем профессионалам сейчас расскажу, как это сделать. Ну про Тильду и о том, как с ней работать, рассказывать не буду. Вот у нас кнопка на обложке и вот ссылка, которая открывается при клике по этой кнопке. Ведет она на наш сторонний хостинг. Как я уже говорил, вы можете вставить эту кнопку или подобные кнопки в разные места на сайте. Благо Тильда это позволяет сделать. И заводить с них на сбор или разные сборы на стороннем хостинге. С URL, я думаю, понятно. При заведении компании у нас есть постоянный URL. Сколько бы их не было, у каждой будет свой уникальный. Копируете его отсюда, вешаете на кнопку. Теперь разберемся с доменом. Кто решает, куда указывает домен. Не буду про теорию, как это вообще все работает, но решают это DNS сервера. Чаще всего их держит организация, которая обслуживает ваш домен. У меня домен находится в reg.ru. Тут-то я и должен перепрописать записи. У вас домен может быть на обслуживании где угодно, поэтому интерфейс может быть разным, но смысл везде один. Вам нужно изменить а-запись по домену. Для того, чтобы домен смотрел на Тильду, нужно в а-запись внести IP-адрес Тильды. В общем, давайте с самого начала. Вот вы и сделали сайт на Тильде. Выбрали по домену бесплатный name-сервера от регистратора домена. Тут у вас будет пусто. И вам нужно будет добавить ресурсную запись А во-первых на чистый домен. Тут его заменяет знак собачки. И под домен с 3w. То есть вот домен свильта смотрит на… И сюда вставляете IP-адрес, который можно найти в инструкции на сайте Тильды. В принципе у Тильды он такой, но вдруг поменяется со временем. Поэтому перепроверяйте. Все. Сохранить. Потом еще на сайте Тильды нужно будет указать в настройках сайта этот домен, потому что это IP всей платформы и Тильда должна понять куда заводить запрос конкретно по домену свильта.ру. Но на самом деле зашли мы сюда не за этим, а чтобы добавить поддомен и направить его совсем в другое место. Как сделано у нас сейчас. Поэтому добавляем еще одну А-запись по поддомену, например, price. Вставляем IP-адрес хостинга. Не Тильды, а хостинга, где у вас лежит лейка. Сейчас покажу где его взять. И дальше вам нужно будет также привязать этот поддомен к вашему сайту, чтобы хостер знал куда направить запрос. Где взять IP. Показываю на примере своего хостинга. Ищите, может быть, в разных местах. Я нашел, например, в DNS. Вот та запись по моему сайту, а значит это он и есть. IP-адрес сервера. Его мы вставляем во запись у регистратора по поддомену. И осталось предупредить хостера, что когда люди зайдут по этому IP-адресу в поисках сайта price.svelta.ru, он вот здесь находится. Вот сюда он смотрит, на вот этот сайт. Добавляем домен и через 24 часа или раньше он должен заработать. А значит должна заработать вся наша конструкция с переадресацией запросов стильды на лейку. Если не заработает, пишите в техподдержку хостинга. Если не ответят, меняйте хостера. У меня, кстати, не заработало. Там были ошибки с плагинами на сайте, с другими не с лейкой. И нужно было обновить базу данных. Все это техподдержка сделала за меня, за что я ей благодарен. То есть я просто написал, почему не работает. Они спустя пару часов написали. Мы исправили вот это, вот это и вот это. Все работает. Но все, что я показал, работает по протоколу HTTP. А это, конечно, совсем не дело. Собирать данные по кредиткам по HTTP протоколу. Нужно заводить все по HTTPS, а это еще одна отдельная тема. А за ней последует еще и еще. И тут я сказал себе, хватит. Лейка простой плагин. Я планировал уложиться по ней в четыре урока. Сейчас их восемь, а темы все не кончаются и не кончаются. Но дорогу оселит идущий, направление я показал. Удачи вам всем, кто досмотрел, потому что если вы досмотрели, значит вам действительно нужно установить лейку. А из этого можно сделать вывод, что вы относитесь к той замечательной части общества, которая меняет этот мир к лучшему. Всяческих вам успехов на этом нелегком пути.